День 8 марта День 8 марта День 9 марта Суфражистка впервые употребил в своей издательской статье для лондонской газеты Daily Mail журналист Чарльз Хэнс. И реакция активисток оказалась совершенно неожиданной. Они решили так и называть движение. Леди требовали не только права голоса в выборах. Они выступали и за равную оплату труда, и за доступность образования для женщин. Они желали получить право распоряжаться своим телом, своим наследством и заработанными деньгами, иметь равные с мужьями права на своих детей. Суфражистки занимались и просветительской работой, распространяли листовки и брошюры о гигиене и методах контрацепции, что особенно помогало самым бедным женщинам, которые не имели возможности ни обеспечить детей, ни контролировать количество беременностей. В 1857 году в Чикаго прошел первый женский марш, прозванный «Маршем пустых кастрюлек». Женщины, работавшие на техстильных фабриках, вышли на улицы против крайне тяжелых условий труда и невероятно низких зарплат. Во время марша они били в те самые пустые кастрюльки, требуя 10-часового рабочего дня вместо существующего тогда 16-часового, равную с мужчинами зарплату и избирательное право. Примечательно, что незадолго до этого власти сократили 16-часовой рабочий день для мужчин, но женского труда послабления не коснулись. В 1873 году американку Сьюзен Энтони оштрафовали за попытку проголосовать на выборах президента США. При попытке войти на избирательный участок ее вытолкали, бросили на землю и избили. Как истинная бунтарка и активистка, штраф она так и не заплатила. В 1903 году Эмирин Панкхерст основала Женский социально-политический союз. Поскольку мирные попытки добиться своего не принесли результата, организация решила использовать радикальные методы борьбы. Ее участницы нередко дрались с полицейскими на демонстрациях, расписывали стены государственных учреждений цитатами из законов, разбивали окна, устраивали поджоги в общественных местах и голодовки даже в тюрьмах. Известность Эмилин росла вместе с частотой ее арестов. Во время очередного суда активистка заявила, что женщины вовсе не хотят быть нарушителями законов, а хотят быть их создательницами. В то время часть суфражисток была готова пожертвовать собой ради предоставления прав женщинам. Они приковывали себя к воротам учреждений, участвовали в погромах, прятали молотки и спицы в изящных муфтах, чтобы сопротивляться арестам. Власти реагировали жестко. Женщин избивали, пытали и насильно кормили в тюрьмах. Процесс был скорее еще одной пыткой. Публично унижали и ссылали на каторгу. 23 февраля, 8 марта по новому стилю, 1908 года на марше в Нью-Йорке американки потребовали равную зарплату и равные с мужчинами условия труда по всей стране, а также предоставления женщинам избирательного права. Через год после этих событий, 28 февраля 1909 года, в память о марше 1908 года, Социалистическая партия Америки объявила Национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года, в последнее воскресенье февраля. Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вторую международную конференцию социалисток, где встретились с известной коммунисткой Кларой Цеткин, которая предложила сделать 8 марта официальным женским днем. Днем, когда женщины всего мира выходят на митинги и шествия, привлекая внимание к своим проблемам. В России мало кто знает, что знаменитая Клара Цеткин дружила с не менее пламенной революционеркой Александрой Калантай. Кстати, Александра стала позже первой женщиной-послом в мире. Собственно, она-то и выступила популяризатором этого праздника еще в царской России. 23 февраля, 8 марта по новому стилю, 1917 года в Петербурге за бастовку объявили около 128 тысяч работниц. Колонны женщин с рабочих окраин двинулись к центру Санкт-Петербурга и прорвались на Невский проспект, по которому они смогли пройти к городской думе с требованиями прав для женщин и хлеба. Вскоре к женским протестам присоединились и рабочие мужчины. Четыре дня спустя император подписал указ о даровании права голоса женщинам, а спустя еще два дня в ходе февральской революции отрекся от престола. Победа Октябрьской революции обеспечила равноправие, юридическое равенство женщин. Принятое в июле 1918 года Конституция РСФСР впервые в мире законодательно закрепило равенство политических и гражданских прав женщин, предоставило им наравне с мужчинами право избирать и быть избранными во все органы государственной власти и управления. Владимир Ильич Ленин имел все основания сказать, ни одно государство и ни одно демократическое законодательство не сделало для женщины и половины того, что сделала советская власть в первые же месяцы своего существования. Принцип равноправия женщин, провозглашенный первыми правовыми актами советского государства, закреплялся и развивался всем последующим законодательством. Статья 122 Конституции СССР гласила, «Женщины в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность осуществления этих прав обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраны интересов матери и ребенка, государственной помощи многодетным и одиноким матерям, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов». Из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит от того, насколько в нем участвуют женщины. Владимир Ильич Ленин Владимир Ильич Ленин